Многие запорожцы давно живут в городе будущего. Так назывался архитектурный проект района, который сейчас именуют шестой поселок или Собсгород. Уникальный эксперимент архитекторов 20-х годов стал главной темой выставки, работающей в галерее Ленин. Запорожье может гордиться не только Хортицей и Днепрогрессом, уверенных в галерее современного искусства Ленин. Шестой поселок – город будущего из самых интересных запорожских достопримечательностей. Несколько кварталов нашего города являются памятником конструктивизма, единственного архитектурного стиля, который не был заимствован, а родился здесь, на территории бывшего Союза. Шестой поселок, как и Днепрогресс, проектировал вместе с коллегами известный московский архитектор и главный идеолог конструктивизма Виктор Веснин. Это был целый комплекс. Началось новое время. Революция пришла, и много людей нужно было как-то сформировать, нужно было им жить в какой-то новой стране, с новой организацией. Для этой страны нужно было построить новые города. Собственно, вот этими городами и были конструктивистские города, такие как Запорожье. Главной чертой нового стиля стала функциональность. В этих домах много человек должны были работать, жить, спать, есть. Проектировались кварталы с детскими садами, столовыми, школами, больницами. Ничего подобного в мировой архитектуре до этого не было. До наших дней на шестом поселке сохранилось много зданий, построенных в конструктивистском стиле, включая знаменитый круглый дом по улице 40 лет Советской Украины, 31. Мы решили ежегодно проводить мероприятия, посвященные конструктивизму и все, что с ним связано. Потому что это энциклопедические проекты, которые во всем мире знают, и должны мы знать и гордиться этим. В экспозиции представлены проекты архитекторов 20-30-х годов, участвовавших в строительстве города, современные и ретрофотографии. По-своему высказались о Сузгороде и запорожские художники. Выставку в галерее «Ленин» посвятили Дню города. С ней можно познакомиться до 27 октября.